Казахстан принимает чемпионат мира по классическим шахматам. Я напомню, за титул сильнейшего шахматиста мира борются два гроссмейстера. Ян Непомнящий, представляющий Россию, и Дин Лежень из Китая. В рамках чемпионата запланирован ряд других матчей, в том числе и с участием женской сборной Казахстана по шахматам. О развитии этого вида спорта в нашей стране мы поговорим с гостем в студии, первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат Дарменом Садвакасовым. Дармен Канатович, добрый вечер. Добрый вечер. Проходит сейчас чемпионат мира, очень знаковое событие для всего шахматного мира. Уже отыграны, если я не ошибаюсь, четыре партии. Вы сами лично следите за ходом этих турниров. Я думаю, атмосфера становится все более напряженная. И что еще ожидает любитель шахмат в рамках этого первенства? Да, у нас проходит в гостинице «Сентриджис» матч за звание чемпиона мира. Это, безусловно, историческое событие. Оно выявит 17-го чемпиона мира за 137 лет розыгрыша этого звания. И, вы правильно сказали, на сегодняшний день счет 2-2. Значит, противники обменялись победами. Значит, во второй партии Ян Непомощи черными фигурами одержал блестящую победу. Уже на 29-м ходу. Использовав, во-первых, неточности в дебюте. Во-вторых, просто проявив очень такую, я бы сказал, агрессивную позицию с самого начала. Вчера состоялась четвертая партия, на которой нележению удалось отыграться. Это была, значит, с самого дебюта тоже такая довольно серьезная активность. И он пожертвовал пешку, захватил центр, поддавливал противника. И, значит, на определенном участке партии начал его переигрывать. И вынудил сделать грубую ошибку, после чего позиция стала выигранной. Очень много людей смотрит, людей даже те, кто приходят в зал. Вчера у нас были некоторые звезды, например, Серик Сапиев, Айдар Махметов. Они, ну, как прямо заявили, получают истинное удовольствие от вот той атмосферы напряжения, той атмосферы, которая вообще вокруг матча создана. Из ближайших крупных мероприятий, которые состоятся в Астане, это матч между сборной мира и сборной Казахстана, среди женщин и девушек. Да, вот я хотела как раз таки об этом. То есть тоже, я думаю, очень будет такая интересная игра, очень напряженная. И какая готовность сейчас у нашей сборной, у наших девушек? Ну, смотрите, в 84-м году сборная Советского Союза вызывала сборную мира на матч. Значит, в 70-е годы вызывала. В 2002 году сборная России, имеющая тоже очень сильные традиции, вызывала сборную мира на матч. И, пожалуй, больше никто. Особенно в женских шахматах таких матчей исторически не было. И это событие, во-первых, является моей идеей, может быть, мечтой даже провести такой матч, создать такую сборную, которая может бросить вызов сборной мира. То есть у нас ни в одном виде спорта, наверное, нет сборной, которая может вызвать сборную мира на вот такой матч. Ну и вот наши шахматистские, конечно, явления абсолютно уникальны. Они все обладают огромным талантом, добиваются уже серьезных побед на международной шахматной арене. И вот сейчас, 17 апреля, стартует матч, на котором они, объединившись, будут противостоять сборной мира, возглавляемой лучшей шахматистской мирового рейтинга, четырехратной чемпионкой мира Хоуи Фань, ну и другими очень именитыми соперницами. Думаю, это большой опыт будет, и будет очень зрелищная игра. В целом, давайте поговорим о развитии шахмат в нашей стране. Вот как вы оцениваете сейчас развитие этого вида спорта в нашей стране? Что делается для того, чтобы сделать его по-настоящему массовым? Динамика развития казахстанских шахмат за последние лет 12-14 была очень высокой. И за это время появилось очень много имен. То есть какие-то девушки и юноши стали уже именитыми шахматистами, гроссмейстерами. Появилось очень много новых талантов и мальчишек, и девчонок. У нас более 40 юношей и девушек выигрывали медали на чемпионатах мира и Азии. Сейчас в Казахстане есть беспрецедентная политическая поддержка со стороны главы государства, которая, как вы помните, 1 июня прошлого года публично заявила о том, что будет лично вовлекаться в развитие и пропаганду шахмат. На сегодняшний день мы разработали концепцию развития шахмат, согласовали ее с главой государства, разработали дорожную карту, которую назвали комплексным планом развития шахмат. И в настоящее время она находится на этапе утверждения постановлением правительства. Заложены серьезные мероприятия по популяризации и дальнейшему развитию как профессиональной шахмат, так и спортивной инфраструктуры. Если говорить про популяризацию, то самым главным направлением, самой главной инициативой, которую мы двигаем, это проект внедрения шахмат в школьную программу в качестве факультативного предмета. В рамках действующего мероприятия Чемпионата мира в Астане мы проведем серьезную конференцию, посвященную теме шахмат в образовании. К нам едут различные специалисты со всего мира, с США, с Европы, со стран постсоветского пространства, руководитель направления шахмата в образовании со стороны ФИДа, известные эксперты, и мы планируем участие наших учителей, педагогов, методологов. Всего более 130 человек планируется на этой площадке, и мы пообсуждаем, безусловно, различные аспекты и международного опыта, и ситуации в Казахстане, и дальнейшие шаги. Будет ли увеличено финансирование, если говорить об этом виде спорта, и доступности его в тех же школах, может быть, даже дошкольных учебных? Смотрите, здесь есть роль частного сектора, и у Казахстанской шахматной федерации с января этого года появился серьезный генеральный спонсор, компания Freedom Finance, и один из главных, точнее, главный владелец Freedom, Тимур Турлов, стал президентом шахматной федерации. В этом плане мы получили прекрасные финансовые условия от Freedom, как генерального спонсора, и вот уже сегодня мы начали реализацию различных инициатив как по направлению шахматы в школе, так и по вопросам развития профессионального спорта. Взяв это все во внимание, и политическую поддержку, и финансовую, в принципе, и очень грамотный, так можно сказать, маркетинг. Удастся ли Казахстану в ближайшем будущем воспитать своего чемпиона мира по шахмату? Значит, смотрите, мужские шахматы, конечно, намного более конкурентные, чем женские. Это мы все прекрасно понимаем. Конкуренция выше, затраты, которые необходимо нести на подготовку профессиональных мужских игроков, тоже выше. В этом плане нам предстоит проделать большой путь. Казахстан славится своими талантами и среди юношей. И вот сегодня мы сделали довольно серьезный упор в нашем тренерском коллективе на развитие именно детско-юношеских шахмат. В этой части мы планируем ряд серьезных комплексных инициатив, которые будут включать в себя и организацию тренировочного процесса, так и обеспечение участия в серьезных соревнованиях. Дармен Канатович, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. А мы продолжим наш эфир. Спасибо. 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 Спасибо.